МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Василий Голубев побывал сегодня в военном клиническом госпитале Минобороны и пообщался с бойцами, получившими ранения в ходе спецоперации на Украине. Сейчас там проходят лечения, в основном, военнослужащие из Ростовской области. Я хотел вам высказать слова благодарности за то, что вы делаете, сделали для своей страны. Вы и Россию защищаете, и Донецкую, и Луганскую область, и Ростовскую область, в общем, всех. И это то, что должно обеспечить спокойствие и людям сегодня живущим, и нашим детям, и нашим внукам. Губернатор рассказал военным о работе донских властей в режиме ЧАЭС, в создании условий для беженцев из Донбасса и вручил памятные подарки. Состояние дорожного полотна основной трассы М4ДО наставляет желать много лучшего. И исполнить это желание нужно как можно скорее, уже до лета. Претензии к Минтрансу и Автодору Василий Голубев высказал на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. И потребовал оперативно представить график ремонтных работ. Особенно неудовлетворительным. Губернатор назвал участок дороги больше 100 километров от Каменска до Ростова. Нам предстоит просто необычная работа от Каменска до Ростова. Но только работу эту предстоит сделать в очень короткий промежуток времени. И по сути с 1 апреля до начала июня необходимо громадный объем работы будет сделан. Движение на ремонтируемых участках местами придется организовывать по встречной полосе. Работы обещают начать как только позволит погода. Нелегальную фабрику по производству холодного оружия организовал в одной из колоний Ростовской области ее начальник. В подпольном цеху заключенные мастерили ножи, стилеты и шашки. По данным ФСБ, трудились они по заказам начальника колонии, который обеспечивал поставки сырья и материалов. А деньгами от продажи холодного оружия распоряжался сам. В ходе обыска обнаружено и изъято 39 предметов. Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное изготовление оружия и превышение должностных полномочий». Всероссийские проверочные работы перенесены на осень. Новое расписание сформируют до 5 сентября. А ВПРы проведут с 19 сентября по 24 октября. Рособорнадзор объяснил перенос распространением коронавируса. Ведь март и апрель могут стать переломными для эпидситуации. «Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами принято решение о переносе». Школы, которые уже провели ВПР, повторно писать их не будут. Результаты потом внесут в систему. Всероссийские проверочные работы в компьютерной форме также переносятся на осень. 65-летие отметил Николай Полюшенко. Поздравить заслуженного художника России к нему в галерею приехал Алексей Лагвиненко и вручил знак отличия за заслуги перед городом Ростовом-на-Дону. «Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Николай Викторович, у вас юбилеем. 65 лет – это такая дата, с которой у нас у нас хорошая. Спасибо. Вслед за тем воздействием, которые вы пишете, это, конечно, еще много-много можно сделать. Хорошего для родины и для Ростова-на-Дону». Мастер провел экскурсию по галерее. Здесь работы, посвященные родному городу и жизни Чехова, путешествиям и семье. Субтитры подогнал «Симон»